Непростой год. Губернатор Московской области обратился к жителям Подмосковья. В своем отчете Андрей Воробьев отметил трудности, связанные с пандемией. Они повлияли на работу коммунальщиков, школ, медиков и всех жителей области. Подробнее расскажет наш корреспондент. Несмотря на сложный год и приостановление деятельности некоторых структур, работа в Подмосковье продолжалась. В сфере транспорт губернатор показал объекты, которые сейчас находятся на этапе строительства. В их числе Октябрьский проспект в Люберцах. Большие и маленькие объекты меняют качество жизни каждого человека. Желтое, я хотел к этим слайдам перейти, то, что сейчас находится в работе. На сумму порядка 60 миллиардов рублей мы ведем работы и через месяц, год или полтора, сроки разные у каждого объекта. Легендарная улица Туполева в Жуковском будет реконструирована. Первый этап реконструкции Октябрьского проспекта в Люберцах. Особое внимание Андрей Воробьев уделил разделу «Экология». Несмотря на сортировку мусора, акции по сбору неперерабатываемой тары и другим мероприятиям, в Московской области существуют проблемы с загрязнением воздуха. Люберецкие очистные сооружения и мусоросжигательные заводы отходами этих предприятий дышат люберчане. Все эти вопросы должны контролироваться, должен быть жесткий подход к собственникам, к тем, кто эксплуатирует данное предприятие и наводить совместный порядок. Поэтому, я думаю, это такой импульс, который позволит нам и решать вопросы экологии. В сфере здравоохранения губернатор отметил важность прививки против COVID-19. Сегодня на территории Люберец открыты 10 пунктов вакцинации, в которые можно прийти без предварительной записи. Другие итоги работы глава округа планирует представить перед жителями в скором времени. Я планирую где-то в середине мая свой отчет перед жителями городского округа. Мы эти вопросы еще раз поднимем. Но эти вопросы наши, и мы их будем решать, понятно, что опираясь на мнение жителей, на подсказки наших жителей и критика. Это тоже очень нормально. Помимо обращения к жителям, Андрей Воробьев вручил ордена почетным гражданам Московской области. Звание получили Лео Бакерия, ведущий российский кардиохирург, и Вячеслав Фетисов, спортивный деятель. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.